После публикации снимков свежих могил военных ЧВК «Вагнер» на Краснодарском кладбище, автору телеграм-канала «Тетушки в Краснодаре» Виталию Ватановскому позвонили от имени сотрудников ритуальной службы и предложили купить место на кладбище. После публикации ему позвонили неизвестные от имени сотрудников ритуальной службы. Они предложили купить место на кладбище со скидкой для использования в ближайшие два года. В подарок якобы хотели обработать фото Виталия на памятник. Когда Виталий сказал, что не собирается умирать, ритуальщик стал его уговаривать. Из публикации на сайте 7х7 «Горизонтальная Россия». После публикации фото могил вагнеровца Ватановского начали называть сторонником Зеленского и призвали к расправе над ним. Он говорит, что пока в полицию обращаться не планирует, а будет ждать реальных действий. Тем временем в Ростове-на-Дону за поджог личного автомобиля полицейского с буквой «З» двум местным жителям дали реальные сроки. Были чем два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Согласно официальной версии, осужденные подожгли машину в июле 2022 года. Автомобиль был полностью уничтожен. Ущерб превысил 700 тысяч рублей, утверждает прокуратура. По статье «Умышленное уничтожение чужого имущества Денисову и Кузнецовой» грозило до пяти лет колонии в публикации издания «Кавказ. Реалии». Жителя Башкортостана Дениса Гараева приговорили к полутора годам лишения свободы условно по делу о попытке поджога военкомата. А в Орловской области по подозрению в пропаганде терроризма задержан поэт и когда-то школьный учитель Александр Бывшев. На него составили административный протокол за репост видео задержания пенсионерки с плакатом «Нет войне». Российские власти преследуют его с 2014 года за публикацию стихов про украинского содержания. В отношении его было возбуждено шесть уголовных дел. После полномасштабного вторжения России в Украину его штрафовали за дискредитацию армии и подвергали административному аресту за возбуждение ненависти или вражды. Из публикации настоящего времени. Тем временем бывший сотрудник штаба Алексея Навального в Калининграде Иван Лузин вернулся в Россию ради антивоенной кампании. Он планирует отправить Владимиру Путину письма от имени россиян с требованием мирных переговоров и окончания войны в Украине.